В конкурсе «Воспитатель года» приняли участие 30 педагогов детских садов. На первом этапе участники представляли свой методический опыт и презентовали видеоролик о практической деятельности. На втором этапе, в который вышло 15 воспитателей, нужно было провести занятия с незнакомыми детьми. Сегодня финалы шесть финалисток. Конкурсантки презентовали свои самые успешные проекты. Один из них – это театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы раскрываем таких детей, помогаем их адаптироваться в социуме, в будущем. И, как правило, детки от нас выходят уверены в себе, они не боятся общаться. И самое важное в нашем проекте – то, что дети Норма учатся сопровождать таких детей. Они им помогают и, в первую очередь, конечно же, учатся толерантности, чего сейчас очень не хватает в нашем мире. В целом, конкурс направлен на развитие творческой деятельности воспитателей, а еще повышение престижа профессии. Это один из ресурсов повышения квалификации наших педагогов. Это точка роста для любого педагога. Мы же не только свой опыт демонстрировали, мы еще и обогащаемся опытом своих коллег. Возможность подготовиться достойно, возможность проанализировать свою деятельность, презентовать ее – это немаловажно. В итоге воспитателем года в Сочи стала Алла Сарян, воспитатель 67-го детского сада. Она представила коллегам свой телевизионный проект, в рамках которого воспитанники Аллы Антоновны в свои три года пробуют себя в роли журналистов. Теперь победитель городского конкурса будет представлять Сочи на краевом этапе.